Мечта детей нулевых теперь реальность, правда, дополненная смартфоном. В мире появилось приложение, благодаря которому можно стать охотником на покемонов. Зверьё со сверхъестественными способностями, а также их ловцы, есть теперь и в областной столице. Вот он, вот он, вот он, вот он. Огромного муравьеда весом почти в полцентнера возле лечебно-реабилитационного центра Алексей видит через экран своего мобильного телефона. Суть нового приложения Pokemon Go состоит в том, чтобы передвигаться по городу и находить популярных мультипликационных персонажей. Доступ к программе Волокжанин получил ещё до официального релиза в нашей стране несколько дней назад. Так как на роботу ехать через весь город, то собирал на автобусе, потому что на остановках в большинстве случаев сидят достаточно много покемонов, которые легко собрать во время остановки автобуса. Разработчики хорошо сыграли на ностальтических чувствах людей, которые в 2000-х были помешаны на покемонов. Также сама игра напоминает чем-то Encounter, который в принципе связь виртуального мира с реальным миром, она в принципе что-то новенькое приносит. Уже сейчас ловцов покемонов в областной столице сотни. С каждым днём это число увеличивается в геометрической прогрессии. Однако психологи рекомендуют не поддаваться повальному увлечению. Новотехнологичное приложение, которое уже прозвали убийцей времени, может стать поводом для душевного расстройства. Вы в течение одного дня можете получить массу голдов, поинтов, повысить свой левел и так далее, и почувствовать себя классным, успешным, эффективным и так далее. И это ложное чувство в итоге приведёт на самом деле к депрессии, потому что когда вы возвращаетесь в обычную реальность, смотрите на себя в зергало и понимаете, что ваш 80-й левел здесь вообще никакого значения не имеет, это приводит всё-таки действительно к понижению самооценки, к внутренним конфликтам, проблемам с окружающими. Вред от игры может быть и физическим. За рубежом сводки происшествий уже обзавелись отдельной рубрикой, где главными героями ЧП становятся пользователи приложения. Только в США с момента релиза из-за виртуальных зверушек с обрыва сорвались и разбились насмерть два человека. Но удивление в России придумали правила выживания ещё раньше самой программы. Тогда Министерство внутренних дел пыталось обезопасить людей, практикующих экстремальное селфи. Эти же рекомендации идеально подходят для ловцов всех возрастов. Хотим порекомендовать детям, подросткам и взрослым ни в коем случае не приближаться к железнодорожным путям, к железнодорожным составам, не играть и не приближаться в такие опасные ситуации вблизи водоёмов, рек, в лесной парковой полосе, не взбираться на высокие здания, башенные краны, какие-то телевышки. Недостроенное здание. Ни одна компьютерная игра, как бы это интересно ни было, не стоит вашей жизни, не стоит вашего здоровья, не стоит вашей безопасности. Несмотря на то, что официального выпуска Pokemon Go в России ещё не было, его игроков уже согласился страховать Сбербанк, причём бесплатно. Для оформления достаточно заполнить заявку на специальном сайте, и спустя несколько дней охотник получит электронный сертификат. Кроме того, если удастся поймать Pokemon прямо в отделении банка, бонусный счёт пополнится на 500 спасибо. В качестве доказательства достаточно прислать снимок с экрана с побеждённым карманным монстром. Павел Громов, Алексей Романов, Новости Вологды.